Добрый день, дорогие друзья! Рада вас приветствовать в литературной гостиной журнала Симбирск. У нас сегодня в гостях молодой прозаик и критик Анастасия Миронова. Анастасия Миронова родилась в Паловском районе Ульяновской области, сейчас живет и работает в Ульяновске, пишет рассказы. Она лауреат премии «Первая роса» и конкурса кинорецензий, участник Всероссийского фестиваля «Волжская пристань» и участник литературного фестиваля имени замечательного поэта Михаила Онищенко. Этот фестиваль проходит в Самаре. Дорогие друзья, рада представить вам молодого литератора. Итак, слово Анастасии Мироновой. Здравствуйте, меня зовут Мирон Анастасия, я проживаю в городе Ульяновске и являюсь членом Совета молодых литераторов. Существует такой Совет молодых литераторов, он состоит при Союзе писателей России, и его главная основная цель – это поиск молодых талантов. В этот Совет молодых литераторов входят поэты, пишущие прозаики, также публицисты, критики. С Совет молодых литераторов могут входить люди от 18 до 35 лет. И как бы в перспективе, в дальнейшем он нацелен на то, чтобы каждый его член мог вступить в Союз писателей России. Тоже существует такая общественная организация для людей, которые пишут. Вообще писательство – это, конечно, труд очень тяжелый, это не просто там у меня есть вдохновение, у меня есть какой-то порыв, я написала, все готово. Наверное, практически, ну, может быть, не каждая, но многие писали свои жизни или стихи, или прозу, или как-то пробовали себя в чем-то, свои эмоции как бы выкладывали. Но это далеко не все. Мне кажется, писательство – это не только призвание, но это еще и большой, огромный труд. Потому что нужно найти, во-первых, время, сидеть, писать, думать, переживать. Писатель как бы через себя все это проносит, как бы через свое вот сердце, через свою психологию. Он как проводник, поэтому одного призывания, наверное, мало. Нужно очень много труда, терпения, времени. Вот. У нас есть литературная студия ЛИК, называется. Мы собираемся практически или раз, или два раза в месяц. Это обычные выходные дни, суббота или воскресенье. В данный момент мы пока отдыхаем, у нас как бы каникулы, а так с сентября и по июнь у нас продолжается работа. Что мы там делаем? Мы обычно приходим, конечно же, обсуждаем наши книги, то есть выбираем какую-то книгу для обсуждения. Как правило, это могут быть работы молодых писателей современных или работы членов Совета молодых литераторов или вот самих членов студии ЛИК. Сейчас вам поясню немножко, может, некоторые запутались, что Совет молодых литераторов – это одно отделение, а студия ЛИК – это просто как бы немножко другое образование, куда входит Совет молодых литераторов. Вот. Что дает эта студия? Ну, для тех, кто хочет писать, вот реально, то есть нацелен прям серьезно на эту работу, это, во-первых, взгляд со стороны. То есть вот, что одно дело показать друзьям, родителям, близким, да, они все равно не совсем могут быть, как бы сказать, объективны, потому что они же нас как-то любят, может, жалеют в чем-то. Ну, сами понимаете, когда человек как-то любишь, хочется ему только хорошее говорить. А здесь как бы со стороны взгляд, да, других новых людей, и он очень может быть полезен. В плане, например, очень важно получить критику со стороны, чтобы понять, в каком направлении тебе двигаться. Даже бывают какие-то речевые ошибки, можно допустить это вполне, знаете, возможно. Писатель, он не обязательно прям вот такой громоте, он может допускать такие ошибки, это тоже важно как бы лавливать, убирать их. Поэтому это, наверное, способ развития. Ну, и также для меня это, наверное, свое родообщение, новые люди, новые знакомства. Я приобрела там новых друзей, с которыми мы сейчас очень тесно общаемся, и поэтому, знаете, как бы жизнь немножко поменялась. Я бы никогда не подумала, что я буду здесь сидеть, меня будут записывать в студии, на камеру. Я немножко даже стесняюсь, наверное, это заметно. Вот. Что еще? Вот у нас, например, есть один член Совета молодых литераторов Екатерина Богданова. Она, благодаря нашей, ну, своей работе плодотворной, Совета молодых литераторов из студии БИК, выпустила книгу «Душа дворянки» называется. Сейчас она ее выпустила на платформе Редеро. Как я знаю, ну, насколько я знаю, она вроде ее как-то реализовывает. То есть, как бы мы могли ей провести редактур над этой книгой, какие-то советы ей дали. Она как-то почувствовала себя увереннее, вот выпустила книгу. Также я знаю, что сейчас она занимается деятельностью по... пишет стихи на заказ. Ну, то есть, как бы, от того, что она пришла к нашу совет, она дальше стала развиваться в каком-то направлении, поняла, что там, как ей двигаться, да? Нашла тоже себе новых друзей. Татьяна Филатова, например, она уже закончила повесть «О чем молчит лес», насколько я знаю. И вот даже отправляла ее на Химки. Это большой съезд всех писателей России, ну, и тех... ну, и совет молодых литераторов. В чем, как бы, цель этого форума Химки? Я на нем тоже побывала. Это в июне... в конце мая 2021 года. Суть его в чем? Это поиск тоже талантов и уже вступление в Союз писателей России. Тех уже, как бы, кто готов, кто много печатался, кто хорошо пишет, уже на каком-то определенном уровне достойном. Вот. Я была там в качестве критика, выступала, как бы, тоже, как бы, благодаря совет молодых литераторов открыла в себе вот этот вот, не знаю, талант или, может, способность. Потому что я никогда об этом как-то не подозревала, не знала, не думала. Оказывается, моя склонность к анализу — это вот критическое мышление. И тоже благодаря совет молодых литераторов я в себе это обнаружила. А до этого у меня даже и мысли об этом как-то никогда и не было. И вот я выступала в качестве критика. Знаете, было очень интересно. Ну, вот мне лично. Ну, вообще, любому творческому человеку на таком мероприятии интересно побывать. Тоже новые знакомства, новые люди, новые веяния в литературе какие-то я там обнаружила. Вот. Надеюсь, мне удастся закончить работу над дочерками, и я его представлю. Побывала я также на форуме в Самаре. Это в Самарской области, остров Копылова. Это было в прошлом году, в 2020-м. Там я в качестве уступала уже прозаика со своими работами. Это, значит, рассказ «Избушка осуходола, избушка в лесу». Это как бы посвященный детству. И «Ангел-хранитель». Вот «Ангел-хранитель» как раз был напечатан в журнале «Симбирск» в февральском номере. А мой очерк о том, как я съездила в Самарскую область, называется «Почувствуй вдохновение», был напечатан уже в декабрьском номере, тоже в журнале «Симбирск». Ну, кому, если интересно, они прочтут, так скажем, окунуться в атмосферу таких вот мероприятий. Я старалась вам писать им не слишком формально, официально, а им больше как мини-рассказы, что ли, какого-то такого пояснительного, что ли. Вот. Также о своих впечатлениях тоже поместила туда некоторые заметки. Так, у нас есть группа ВКонтакте, она называется «Смолит 73», как раз «Совет молодых литераторов», туда тоже может вступить каждый желающий, если интересно, чем мы занимаемся, посмотреть там новости, все это у нас как бы иллюстрируется. Не все люди хотят какой-то, может быть, огласки, или не все хотят поступать, ну, вступать в какие-то, может, общественные организации, или, может быть, стесняются, или, может быть, у них что-то как-то не получается. Можно, например, пробовать другой путь, это отправлять свои работы на издательство, в адрес издательства. Ну, как, пример, советовал Дмитрий Енец, писатель российский, когда я была в Самаре. Лучше отправлять свои работы на адрес выпускающего редактора, не самого издательства, а именно кто там редактор искать и, скажем так, отправлять эти работы. Но прежде, чем отправить, то есть не всю руку пить, желательно хороший синапсис написать, это тоже найти мастерство такое непростое. Вот у нас тоже, по-моему, Татьяна Филатова ездила, сейчас не скажу, на какой именно форум, потому что она на многих побывала. И там учили как раз писать синапсы, синапсы, да, к своим произведениям. Потому что редакторы, они, в первую очередь, читают синапсы, а уже остальные думают, стоит им читать текст или нет. Потому что много, наверное, отправляет всяких работ. Ну, как сказал один, так скажем так, издатель Андрей Геласимов, если текст действительно талантлив, его обязательно напечатают. Ну, я с ним согласна, наверное, оно так и есть. Есть еще, например, Вимбус Пресс, это издательство концептуальное, и каждая выпускаемая книга призвана открыть какое-то новое художественное произведение. Не знаю, я туда ничего не отправляла, как бы я только слышала такую информацию, ей вами делюсь. Там редактор является Владимир Венталь. Вот. Также можно туда как бы отправлять книги категории 18+, ну, по той информации, которую я получила. Вот. Но мной не проверено, скажем. Так, у нас, например, тоже, также другой путь может быть какой. Помимо этого, конкурсные какие-то, искать конкурсы, отправить свои работы на конкурсы. Этот путь, скажем, нашел для себя Булатханов. Я недавно была на его лекции в библиотеке номер 8, и вот он рассказывал, что как бы его открыли, и, ну, говоря тому, что он отправлял свои произведения на конкурсные работы. В частности, по-моему, в лице, если мне память не изменяет. Там есть лонглисты, то есть формируются какие-то вот новые имена, новые люди. Вот. Конкурсные работы. Ну, скажете, как их найти, да? Ну, вот, например, есть группа такая тоже ВКонтакте, премии конкурса, фестивали, поэты, писатели, музыка. И там тоже вот регулярно высвечиваются какие-то вот, скажем, какие конкурсы. Можно также просто в интернете набивать, то есть искать об этом информацию в поисковике, а вы найдете. Вот. Конкурсные работы. Они также тоже, еще у них там есть премии, они оплачиваются, скажем так, это, наверное, бонус небольшой такой для начинающего автора. Вот. У нас тоже есть свой конкурс в Ульяновске. Это премия «Первая роса». Она уже вот недавно стала, да, премиальный конкурс этот. Там три номинации. Это «Иной жанр», «Проза» и «Поэзия», конечно же. Вот. В этом конкурсе я победила номинации «Иной жанр» в 2020 году. И, собственно, в принципе, вот эта именно победа привела меня в совет молодых литераторов в студию ЛИК, в знакомство с другими участниками. Я это случила 21 марта 2020 года. Вот. И, собственно, я как бы уже год состою в этом совете. Вот. Так вот. И написала за это время два рассказа, несколько стихотворений. Ну, это как бы не считая себя поэтом, это чисто вот, не знаю, как, скажем так, может быть, излияние, что ли, эмоций, или какой-то эксперимент. И несколько публицистических статей. Вот одна из этих статей, критическая, апокриф о Павле. Это на книгу Светланы Чураевой. Меня как раз напечатали в журнале «День литературы». За нее даже получила время, литературный прорыв, молодежный прорыв, вот в этой, скажем так, в этом журнале, газете, вернее, литературы. Вот. С ней же опять я ездила как раз-таки на Химки. Но я не верю, что сейчас как бы есть такое веяние, что литература заглохла, что книги там не читают, что интернет все вымещает, вот этот вот визуальный контент, что вот все. Нет. Есть читающая молодежь, знаете, вот, и когда я была в Химках, там была одна девушка, молодая, 17 лет, тоже критик. Вот она, знаете, меня поразила, что ей нравились песни, вот казалось бы, да, не то, что современные, а именно какие-то, знаете, старые песни, знаете, времен где-то даже раньше 50-х годов, то есть вот прошлого века и ранее, такие вот руссконародные. Меня это очень поразило, почему я думала, что это древнее, старое уже об этом как бы забыли, там бабушки это поют или что-то, а тут молодая девушка, 17-летняя и вот такое, да. Это мне очень поразило. Еще я знаю, как бы, одну девушку тоже молодая, закончила школу, и она очень влекается Достоевским. Тоже как бы, мне это было удивительно, казалось, классика, да, но там, может, не всех далеко прельщает, сейчас вот, да и современные книги не очень читают, казалось бы, а тут вот Достоевский такой серьезный писатель-то очень. И поэтому, знаете, я вот пришла к выводу, что вот сейчас именно современное поколение, это вот даже не столько я к свое поколение отношу, сколько вот уже 17-18 лет, то есть вот они вот уже входят в жизнь, подрастают. Они, знаете, очень такие разноплановые личности, очень творческие, и они как бы берут из жизни все, то есть все, что накоплено веками, они берут вот, что им интересно. Как бы, не вот что там может быть модно, не модно, а что им интересно, они могут, например, читать также того же Достоевского, некоторые могут читать того же, какого-то, я не знаю, Шекспира, или не удивлюсь, что и Бальзака кто-нибудь любит, и вот те же песни какие-то старые, руссконародные. То есть это поколение какое-то, оно совсем другое. И вот знаете, когда я тоже была на химках, вот Анна Жучкова, она критик, не знаю, знаете, не знаете ее, вот, такая импозантная женщина, она рассказала о новом таком течении, ну, может быть, не совсем новом, но для меня как бы новое было это услышано. О метамодерне. Это то, что нет одной истины, истин много, и то есть как бы, сейчас, наверное, несложно будет сформировать это, да, но суть в том, что вот как раз-таки человек черпает из всего багажа, вот что у нас сейчас накоплено, да, в литературе, в культуре, в искусстве, вот это новое поколение будет черпать что-то свое, и на этом что-то старом, да, вот этом хорошем, таком плацдарме создавать что-то новое, что-то такое, может быть, кардинально, ну, кардинально совершенно другое, да, может, даже иррациональное, да. Мне, конечно, пока это сложно вот это все как бы себе в голове уложить, понять, я только на фоне вот представления, как бы какого-то ощущения себе это усвоила, но интересно это все. Ну, я уже, наверное, увлеклась. Так, прочитаю свой отрывок из своего произведения, вот так можно бесконечно во всем рассказывать. называется он «Ангел-хранитель», который напечатали в журнале «Симбирск» в декабрьском, февральском номере 2021 года. Странная болезнь надвигалась из Европы. Симптомы были очень необычными, симптомы были столь необычными, что врачи поначалу принимали ее за такие заболевания, как брюшной тиф, лихорадка или легочная чума. Сыпь, высокая температура, бред, удушье и неизбежный предсмертный аккорд большинства зараженных кровохорканией сопровождал людей, пораженных этой болезнью. Опасный недуг распространялся стремительно, за год обещая побить рекорды смертности от войны и голода. В поликлинике номер 7 самой западной губернии Российской Федерации никто не ставил прогноза. От больных было не протиснуться. Коридоры давно стали палатами, а доктора превратились в вечных ночных дежурных, бессмерных, хранителей, мучительных, веней, умирающих. Спасенная жизнь была чудом. Пантелейний спал вторые сутки. Синие руки под глазами, усталый, потрепанный вид. Он толком не ел, перебиваясь бутербродами с кофе. Будучи врачом высокой квалификации, Пантелей не привык уступать к болезни. Но то, что происходило сейчас, являлось небеснимым кошмаром, разрушительной стеной, которой не способна была пробить современная медицина. Лекарства были бесполезны. Часто пациенты умирали спустя 2-3 дня после заражения. Смерть поглощала все большее количество людских душ, и это сильно раздражало молодого медика. Всякая гадость прет из этой Европы. Раздался громогласный, раскатистый бас Семена Григорьевича, когда Пантелей забежал в столовую, чтобы съесть что-нибудь нормальное, суп или кашу, и выпить стакан нелюбимого компота из кураги. Паня, окликнула Семен Григорьевич, садись к нам. Сидеть рядом с кем-то, даже с коллегами ему не хотелось. Однако ничего другого не оставалось. В последнее время он предпочитал одиночество и чтение религиозной литературы, привычки, несвойственные для медиков. Особенно ему нравился Новый Завет. Право на счастье любого грешника он принимал за разумную справедливость. Обещанные спасения, всеобщий рай, без страданий, смертей и ужасов в земной жизни согревали его уставшие сердцы, хотя он понимал, что подобное невозможно. Но как детям необходимы сказки, так и взрослым нужна панацея, чтобы пережить тяжелые времена. Сколько у тебя? спросил Семен Григорьевич, отвлекая его от мыслей. Двадцать. Двадцать? А сейчас только обед. Что же будет дальше? прикинул собеседник. Семен Григорьевич был врачом со стажем. Ему тяжело давались ночные смены, ударный труд по 24 часа. Такая работа изматывала его, хотя он не подавал виды, воодушевлял коллег, не унывал, взирая на происходящее слону философ со смирением и спокойствием и, казалось, не терял бодрости духа. Я за вчерашний день 65 принял, добавил совсем молоденький медбрат. Коридоры переполнены. Сегодня будет еще больше, заметил Семен Григорьевич. Ой-ой-ой, ничего хорошего от западных стран нам ждать не приходится. Все самые страшные болезни оттуда. Чума, оспа, теперь вот это. Бывалый доктор провел по седым усам, смахнув осевшие капли супа. И воины всегда они начинают. И эту войну нам навязали. Зачем она нам? Какой от нее толк? Пусть сами своим принципам разбираются. А наш царь будто дурачок повелся, ввязался в кровавый капкан. Они вон хитрые, на своей территории меньше воюют, больше на нашей. Хорошо, что власть наконец-то сменилась. Теперь будет им все. Всем узнает, где раки зимуют. Когда Семен Григорьевич ходил в раж, остановить его было невозможно. Его и без того громкий голос становился ракучище. Вот увидите, установится справедливость в нашей стране. Советы уже принесли нам долгожданный мир. Присутствующие, а их помимо Пантелея было еще двое, одобрительно кивали разбуршевавшемуся оратору. Пантелей был безразличен подобным речам. Он вообще не любил политику и все, что с ней связано. Очередное вродню, все одно и то же, пока стоит мир, рассуждал молодой врач. В такие минуты на него наплывала вселенская тоска, словно замыльная картинка. Империя, республика, декрет о мире, о земле. Будто все это он слышал сто раз. Обещания, обещания, страдания от них не убавляется. Не верил он в советы, как до того не верил в царскую Россию. Верил в авиасцены, Гиппократа и других светил медицинских наук. Верил в целебную силу полноценного сна, в искусственно приготовленные лекарства. Верил в хорошую интуицию, крепкие руки и проверенные знания. Паня-то кислый, как будто хитин проглотил. С беспокойством заметил светловласый, начинающий врач, ближе всех, сидевший к нему. Пане выспаться нужно, вмешался Семен Григорьевич. Иди домой, дружок. Сделаю крайний обход. Слово последний, врачи сбегали. И тогда пойду домой, совершенно спокойно, произнес Пантелей. Он поспешил допить остатки компота и оставил коллег, не спешивших возвращаться в царство Азраила, которыми стали стены больницы. Ничего другого не следовало ожидать. Еще 10 скончавшихся, еще 5 привезенных, все тот же чадный, со сладковатым привкусом воздуха, спирающий грудь и одного выздоровевшего. Бледный, с каплями пота на лбу, Пантелей прохаживал среди коих больных, делая необходимые указания медсестрам, проверяя состояние пациентов, прописывая новые бесполезные рецепты. Он не чувствовал себя, не чувствовал беспощадно несущегося времени. Казалось, все, что происходит, не здесь и не с ним. Будто это не он, кто-то рукой наблюдает со стороны. Ему необходим сон, он это знал. Но нужно еще обойти несколько человек. А вдруг совершится чудо, вдруг его старания окажутся не напрасными. Испуганное лицо девочки замерло в дерном проеме. Молубые глаза смотрели жалобно и словно говорили, что мне делать. Маленький златовласый ангел на пороге ада. Пантелей, склонившийся у постели больного, медленно повернулся в ее сторону. «Привезли новую пациентку», донес из коридора звонкий голос медсестры. На каталке везли худую, изможденную женщину. Волнистые черные волосы были раскиданы на подушки, бескровные губы сжаты, руки, сцепленные в простыню, дрожали. Ее мучил жар. Женщине было около 40 лет. Не больше, прикинул врач. «У нее температура 40», докладывала медсестра. «Аспирин давали?» «Да, но, по-моему, ей это не помогло». «Дайте еще одну дозу и то лекарство, Люся», обратился он к своей коллеге. Что познание лекарственных средств, в котором подчеркнул из книг Нострадамуса, смогут помочь его больным. Раньше бы он не решился на эксперименты, но сейчас, сейчас другое дело. Все внимание Пантелея было приковано к больной. Он заботливо положил холодный компресс на горячий лоб, накрыл ее теплым одеялом. «Люся, мне показалось, будто я видела маленькую девочку». Девочка пряталась за дверью, наблюдая за взрослыми. Она была похожа на маленького зверька, потревоженного внезапным наводнением жизни. «Да, малышка вязалась за нами, оставить ее дома, но хозяйка квартиры, которую они снимают, возмутилась. Сказала, что не хочет, чтобы в ее жилище обитала зараза», сообщила медсестра. «А соседи?» посведомился врач. «Кажется, они тоже боятся. Никто не открыл дверь». «Нам не нужно было ее брать с собой?» В глазах девушки застыла мольба. «Люся всегда была доброй, отзывчивой, настоящей сестрой милосердия». «Нет, вы все правильно сделали. Не оставляйте же девочку на улице». Врач снова перевел взгляд на ребенка. «Совсем крошка. Не более десяти лет, может быть, семь-восемь, а глаза уже не по-детски умные, проникающие в самую душу». «Сейчас определим пациентку, а потом решим, что делать с девочкой», заключил доктор. «Определять пациентку?» «О да». Весь коридор был заставлен больничными койками, которые ради экономии пространства начали расставлять вертикально от стен. Нескончаем потоки больных, множество тела, смрадным однотонным мучений под тусклым дневным светом промозглой осени. Скоро не на чем будет им лежать, не хватит кровати». Вопрошающий взгляд девочки замер на бесстрастном, усталом лице доктора. «Везите ее в мой кабинет», распорядился врач после минутного раздумья. Люся с нескрываемым удивлением посмотрела на Пантелея. «Никаких возражений», опередил ее врач. «Я знаю, что вы мне скажете, но на иного выхода я пока не вижу». Медбратья, стоявшие в ожидании, последовали приказу врача. «Люся, вы можете позаботиться о девочке?» «С радостью, доктор». «Отведите ее в комнату для медперсонала, пусть пока побудет там, и покормите ее». Люся бережно взяла девочку за руку. «Пойдем со мной, дорогая». Девочка нерешительно протянула тонкую худенькую ручку. Она в замешательстве поглядела в сторону доктора. В небесных глазах застал страх и недумение. «А мама?» тихо пролепетала крошка. «С мамой все будет хорошо. За ней будут ухаживать». Пытался успокоить он, расстроенный чуткой сердце ребенка. Утешать у него не получалось. Он видел. Маленький ангел смотр недоверчиво. Сомнения. Пантеле слишком устал сегодня, ему необходим сон, чтобы снова набраться сил. «Как тебя зовут, малышка?» С нежностью в голос обратилась девочка Люся. «Майя», почти беззвучно промолвена она. «Майя, идем, я угощу тебя шоколадными конфетами. Ты совсем бледненькая. Мы потом навестим маму. Сейчас ее лучше не тревожить. Она в специальной палате отдыхает. Не переживай, с ней ничего не случится. Доктор будет рядом и поможет маме». Кажется, неподдельная доброта, которая светилась в глазах Люси, и ее теплые слова подействовали на девочку. Она перестала плакать и едва заметно улыбнулась, покорно следует за медсестрой. Шоколадные конфеты. Как сложно их раздобыть в наше время. Он знал этот шоколадный привкус безысходности. Безграничная доброта Люси. Конфет сама она не ела, берегла для безнадежно больных, стараясь хоть как-то скрасть их долгие, мучительные часы. Спасибо за внимание. С вами была Мирон Анастасия, член Совета молодых литераторов. Дорогие друзья, благодарим Анастасию Миронову за участие в нашей программе и желаем молодому литератору найти свой творческий путь в литературном пространстве. Молодому автору Анастасии Мироновой желаем доброго и долгого творческого пути. И вам, дорогие друзья, всем желаю ангела-хранителя доброго здоровья, добра и радости.